В эфире «Сыскное дело» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. Преступление, которое шокировало всю Самару Евгений Самсонник, которого арестовали по подозрению в изнасиловании школьницы, может быть причастен и к другим подобным преступлениям. На прошлой неделе по решению суда его взяли под стражу. Позже, на встрече с журналистами, представители МВД и Следственного комитета рассказали все известные на данный момент подробности резонансного преступления. В том, что задержанный и есть насильник, у полицейских сомнений нет. Его опознала потерпевшая. Его причастность к преступлению подтверждают и результаты экспертизы. Следователи уже восстановили цепочку событий, приведшую к трагедии. Утром 9 октября Евгений Самсонник, слегка выпивший, неподалеку от заброшенного онкоцентра, около часа поджидал жертву. На месте 17-летней старшеклассницы мог оказаться кто угодно, но в тот роковой день именно она пошла по злополучному маршруту. Ударил по голове и с улицы потащил в это заброшенное здание. Для подавления сопротивления жертвы, учитывая, что у нас жертва несовершеннолетняя, фактически это ребенок, потому что 16 лет девочке, изначально ударил ее по голове сзади, когда подбежал. Дальнейшее для подавления разбило голову в бутылку и несколько раз ударил о стену головой. В общем-то, да, такое садистские наклонности, на мой взгляд, конечно, там присутствуют. Как установило следствие, Евгения Самсонику, хотя с места преступления прихватил с собой телефон и деньги жертвы. Ранее мужчина был дважды судим, первый раз условно, второй сидел три года за кражу. Также выяснилось, подозреваемый отец троих детей лишен родительских прав, два его сына живут в детском доме, а от супруги уже поступали заявления о побоях. Но все же в преступлении мужчина не сознается, говорит на момент, когда изнасиловали девушку, был на работе. Однако это не подтвердилось, его смена закончилась за день до содеянного. На розыск Евгения Самсоника у полицейских ушла неделя, к поискам привлекли все службы, задержали мужчину по месту жительства в Кенеле. Колоссальный объем работы был проделан, чтобы его установить, потому что он ей был до этого незнаком. Установить, в принципе, достаточно было трудно его. У нас было проверено более тысячи человек. Нами были изъяты все видеокамеры в районе места совершения преступления, где на двух видеокамерах он у нас был запечатлен. Оперативники не исключают, Евгений Самсоник может быть причастен и к другим преступлениям сексуального характера. Сейчас это выясняется. Силовики обращаются к жителям с просьбой, если кто-то ранее пострадал от рук этого мужчины, подать заявление в полицию. Вина доказана по всем статьям, считают прокуроры. В суде промышленного района состоялись по делу Харитона Горячкина. В феврале этого года всю Самару шокировала новость. В квартире на проспекте Кирова погибла трехлетняя Василиса Бритвина. По версии следствия, смерть наступила от множественных побоев и истязаний, которые ребенку наносил сожитель ее матери Харитон Горячкин. Продолжит Олеся Корецкая. Он скрывает от камер лицо и без того закрытая медицинской маской. Обвиняемый Харитон Горячкин утверждает, что в изоляторе ему поставили диагноз туберкулез и в будущем просит учесть это при вынесении приговора. В деле Горячкина пять томов. Он обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса. Истязание и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. В учетом всех собранных доказательств по делу, а также изученные материалы неволовного дела, а именно это заключениями экспертиз. Вина Горячкина полностью доказана и действия квалифицированы правильно по каждому эпизоду преступления. 16 лет в колонии строгого режима просят обвинения. Показания многочисленных свидетелей не в пользу Горячкина. Бил и ребенка, и свою подругу Наталью Бритвину. Она по-прежнему отказывается от комментариев. Следствие утверждает, Наталья знала о побоях, даже делилась сомнениями с друзьями в соцсетях, но никаких попыток повлиять на ситуацию не делала. Были показания в ходе предварительного следствия о том, что девочка самая бегала и ударялась. Кроме того, сотрудникам медучреждения девочек объясняла, что и мама, и папа любили за то, что она не слушалась их. С обвинением Горячкин не согласился. Признался только в истязаниях и систематических побоях. А то, что я стоял, был ребенка, грубо говоря, кулаком, и она стояла, просто на это смотрела, что это как вообще, что за бред. Она дает показания, что я стоял, был ребенка, швыряла его, она стояла, что смотрела, что просто. Не вызвала ни милицию, не открыла дверь, не побежала к соседям. Что это вообще, просто бред. По поводу того, что характеристики, ни одной положительной характеристики, ни с места учебы, ни с места работы, вообще ни одной положительной характеристики. Ну, наказывайте, наказывайте, я в любом наказании бы ему оправдывать. Не буду я его там в апелляции писать, я не собираюсь. Приговор по делу Харитона Горячкина вынесут 8 ноября. Почти 20 миллионов рублей в такую сумму оценили ущерб, нанесенный компанией Apple. На границе с Казахстаном самарские таможенники задержали партию контрафактных устройств. Это наушники, компьютерные мыши и защитные стекла. Всего почти 9 тысяч изделий, маркированных известным товарным знаком. Их везли в один из крупных московских торговых центров. Каких-либо документов, подтверждающих право использования данного товарного знака, у перевозчика не оказалось. Кроме того, в компании производители подтвердили, подобные партии товара не выпускали. Товар был изъят. В ходе дальнейшего контроля было установлено, что правообладателю был нанесен ущерб порядка 19 миллионов рублей. Данное деяние в соответствии с законодательством Российской Федерации подпадает под уголовное преступление, ответственность за которое предусмотрена частью первой статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации. По данному факту материалы переданы органы внутренних дел. Дорожное ЧП произошло в Самаре. В Яму с кипятком ушли два легковых автомобиля. Это случилось ранним утром на проспекте Ленина рядом с 16-м домом. Провал образовался из-за повреждения теплотрассы. Подробности на месте выясняла Марина Матвейшина. Когда утро начинается не с кофе, проснувшись, автолюбитель Михаил Шашов выглянул в окно и увидел, как из-под его машины валит пар. В испуге выбежал на улицу. Увиденное поразило. Буквально на глазах два автомобиля, его и соседний, проваливались в кипяток под асфальт. 12-я модель, она пониже села, а моя как бы сверху на нее. Я еще залез в машину, хотел отъехать, но переднее колесо уже зацепилось за асфальт, и я не смог. Я сразу выскочил из машины, потому что здесь очень быстро все это происходило. Я думал, с машины можно уйти. Владелец второго авто подошел позже. Мужчина, как обычно, собирался поехать на работу. Но на парковке его ждал такой неприятный сюрприз. Шок. Хотел посмотреть, что за машина там оказалась моя. Аварийная бригада предприятий тепловых сетей сразу же прибыла на место. Автомобили извлекли из ямы и начали работы. Пять домов отключили от отопления. Причиной всему стал порыв на трубопроводе 159 мм по стройке 90-го года. Срок непредельный, срок подлежит еще нормальной эксплуатации, но случаются временные технические отказы. Пока рабочие устраняют повреждения теплотрассы, автовладельцы подсчитывают убытки. Внутрь вода зашла, здесь полностью вода, вот она даже белесая. Приборные щитки запотели, значит, весь пар парило, тоже горячая вода. Здесь все затоплено, сиденье. Второй автомобиль пострадал еще больше. Возможно, что поврежден двигатель. Точнее, это определят независимые эксперты. В ПТС обещают возместить убытки. В любом случае у нас застрахованная ответственность перед третьими лицами, значит, соответственно, мы компенсируем все затраты. Отопление в домах подключили по резервной схеме во второй половине дня. Полностью завершить работу по замене трубы аварийная бригада обещает к ночи. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok